Девушки отдыхают 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 и вчера опозицию, и сегодня утром все их переконило. Он сказал, что разблокируйте парламент. Давайте принимаем решение по бюджету, обговорим его по полной программе. Давайте это сделаем. Нет. Сначала были ультиматумы, 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 а потом сказали, что мы будем блокировать. Вы посмотрите, что делает Ляшко сейчас, как он выступает с гаслами. Он кричит, что давайте собираемся, 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 делаем другую Верховную Раду и отмениваем незаконные решения. Это все, что? Это диалог? Нет. Диалоги немало. За этот час, за эти несколько секунд, которые происходили, потому что это была афера абсолютно нелегитимного голосования. Но он обещал, что под каждым таким законопроектом, проголосоваными руками, будут подписи каждого из этих депутатов. Чтобы вы понимали, депутат на момент голосования должен находиться в сесейной зале. У нас нет легитимной процедуры для ставления подписи тех депутатов, которые сейчас на Канарах должны проанализовать, сколько было поднятий рук. Я могу лишь сказать, что того часу, который между оприлюдненным результатом выборов и между постановкой на голосование, не можно было фізично дораховать до 235. А значит, это фиг. Но за бюджет 249 голосов. За бюджет, если вы поддивитеся, голосовали картками, а не руками. Есть разные вещи. За бюджет голосовали одни депутаты, которые потом, какаясь часть их, не голосовали за другие законопроекты, потому что они были небезпечными для общества. Коштей на Коломище и Городенківщину, або они вдали бюджет и финансирование Коломище и Городенківщины. В этом непростом выборе я сделал второй выбор. Милиция профинансована на 60%. Прокуратура сегодня профинансована на 80%. Если вы хотите поднимать роль независимых судов, правоохранных органов, то дайте соответствую материальное обеспечение по закону. Скажите, 110 миллиардов, это же не много дефицит, это же маленькая дырочка всего. Ну, все фаховцы говорят, что это не критично. Не критично? Да, да, да. Я вам скажу, те, кто говорят, что это 110, то это неправда. Мы говорим про 60 миллиардов, а кто там как ракует, то хай соби ракует. 110 миллиардов? Там значительно больше, чем 110 миллиардов. Там 110, бензин говорит, 110, это только на разнице прогнозного роста ВВП. Но там же еще масса дырок. То есть на разнице прогнозного роста ВВП 110 миллиардов, в других статьях бюджета еще порядка 20. Заметили ли вы, что сегодня проголосовали НДС по газу после того, как приняли бюджет? Это еще одна дырка. А мы сегодня говорим про то, что это бюджет развития. И перспективы есть. Потому что мы в значной мере дещо раскрыли рынки России. Можем хорошие спорные проекты. Цена на газ, что вселяет надею на то, что наша экономика будет развиваться и более конкурентоспроможной. И китайские проекты, которые сегодня являются значными для нас на этот год в реализации, и дадут свои позитивные результаты. Я считаю, что есть поразка, что парламент не работал в нормальном режиме. То есть голову блокировали, это злочин. Не давали возможности нам обговорювати питание, блокировали и трибуну, и президию. Не давали выступить министру финансов, голове бюджетного комитета и так далее. Но то, что мы приняли, потому что мы приняли до конституционной большинства, и опозиция голосовала, что 16 сечня мы голосуем за бюджет. Вы приняли. Да, Инна Германовна, а вы скажите, вы голосовали сегодня, нет? Нет, не голосовала. Вам бюджет не понравился? Нет, ну за этот бюджет невозможно голосовать, просто потому, что там заложен абсолютный обман. Я не за вступ Украины в Евросоюз, я считаю, что нам рано, но я точно за подписание договора Евросоюза. А как вы считаете, мы можем же смело торговать и с Россией, и с Европой, или только с Европой, или только с Россией? Дело в том, что Европа все время говорила, что мы можем торговать и с теми, и с другими, но та экономическая война, которую к нам применила Россия, свидетельствует о том, что Россия никаких цивилизованных правил не знает. У нее цель только одна, создать новую неоимперию российскую. А вы считаете, 15 миллиардов, которые нам дали, это нам в минус, или все-таки в плюс? Во-первых, нам никто не дал 15 миллиардов. Нам дали пока три, из которых половина тут же была возвращена России в качестве платежей, а остальных денег мы не видим, и не знаем, куда они делись. Мне бы очень хотелось сейчас, так же, как после приватизации Криворожстали, увидеть те миллиарды, которые мы получили от России. Так как мы их не увидели после Криворожстали, точно так же их спилили сейчас. Поэтому... Уже спилили? Уже? Конечно, конечно, их уже нет. Этих трех миллиардов близко уже нет. Мы хотим все-таки в Европу, а в бюджет Украины не заложена статья на проведение гей-парадов. Как вы к этому относитесь? Ни в одной стране нет статьи на проведение гей-парадов. Слушайте, ну не опускайтесь до уровня унитаза. Спасибо. Всего хорошего. За бюджет? За бюджет здесь? За бюджет все стоим. За бюджет? Да. Хороший бюджет? Очень. А мы ее добавим? За бюджет и порядок в стране. За бюджет и порядок в стране. Чтобы не было безобразие, как там на... Вам Майдан не нравится, да? Нет. Это безобразие. Дуже не подобается. Справа в том, это, как и другой фашизм. Я скажу, почему. В 42-м году я не родилась в таборах в Немеччине. Понимаете? И то, что там грязь, такая грязюка, вонь. Треба, чтобы прибрано было их руками и за их деньги. Это, говорю я, малолетний вязань фашистских концтаборей Лунина Мария Пилипина. Мы находимся на стихийном митинге в поддержку бюджета 2014 года. И действительно, небольшая дырочка в 110 миллиардов никого не смущают и все с радостью приветствуют этот бюджет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова